Добрый день, уважаемые друзья! Я вас приветствую на нашем новом вебинаре. Меня слышно, видно? Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если все нормально. Спасибо. Спасибо. У нас сегодня будет вебинар необычный. Юрий Николаевич подготовил сегодня интересную форму для нашего вебинара. Я, как всегда, скажу несколько предварительных слов перед тем, как передать ему слово. Во-первых, первые две ссылки в самом начале нашего сайта ведут к расписанию нашего сайта, на котором вы можете зарегистрироваться на все наши вебинары вплоть до июня месяца 2018 года. И второе, все наши вебинары записываются, в том числе и этот вебинар записывается, и запись будет предоставлена на нашем канале на YouTube. И уже там на нашем канале записи почти 200 наших вебинаров. Вы с ними можете ознакомиться, если необходимо, передать эти ссылки друзьям. Ну и подписаться на наш канал, чтобы обновления вам приходили уже в регулярном образом. Ну и еще я хотел бы проанонсировать вебинар, который состоится в понедельник. Вот этот вебинар. У нас этим вебинаром начинается короткий трек вебинара в компании Stepik. Будет вести эти вебинары Наталья Феофанова, директор по курсам компании Stepik. Вот, будет он называться, первый наш вебинар будет называться «Варианты использования платформы Stepik преподавателями и вузами». Вообще, я очень люблю эту платформу, и надеюсь, что эти три вебинара, которые состоятся, которые будет вести Наталья Феофанова, будут очень интересными. Вас тоже приглашаю на эти вебинары. Ну и напоминаю, что все участвующие в наших вебинарах получают сертификаты, бесплатные, именные, электронные сертификаты, которые вам, ссылка на которые вам придет по почте, на которые вы зарегистрировались на вебинар. Ну вот, не буду далее сильно ограничивать время Юрия Николаевича. Передаю ему слово. Вам всего хорошего. В конце вебинара я скажу еще пару слов. Прощусь с вами. А пока ухожу в чат и сам слушаю Юрия Николаевича. Юрий Николаевич. Так, Юрий Николаевич, микрофончик включите. Спасибо, дорогой. Не слышно. Добрый день, друзья. Надеюсь, вы видите мой экран, в котором я показываю то, что упоминал мой друг Павел. Как бы убедиться, что вы видите мой экран тоже. Так, Павел Ильич, видно мой экран? Вот я вожу, про робопедагогику. Отлично, отлично. Итак, спасибо. А, нет, не видно, не видно. Так, я тоже не вижу. Ну-ка еще раз я запущу трансляцию. Это же самое интересное, ради чего я тщательно готовился. Запускаю рабочий стол. Нажимаю, начать трансляцию. Мне пишут, что идет демонстрация и ничего нет. Так, я сейчас показываю экран, рабочий стол, робопедагогика. Здравствуйте. А, вижу. Нет, 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 не вижу, не вижу. Так, видно, да? Видно. Моя мышка ходит по экрану. Замечательно. Эдуард Геннадьевич, привет, дорогой. Итак, мы сегодня решили рискнуть. А точнее я, даже Павел удивился. Я решил рискнуть, снова показывать экран, мой экран в реальном времени, вам в эфире, не выключая камеру. Поэтому я почти уверен на 100%, что никаких помех со звуком в этот раз не будет. В прошлые разы у нас были колоссальные трудности, если кто помнит. Я показывал экран, и у меня через где-то 10 минут начинались какие-то помехи, какие-то проблемы. Ну вот я вспомнил секрет, коллеги. Спасибо всем, кто помог, в частности Арсен Боровицкий. Ставьте похуже разрешение, и все у вас будет нормально. Я сейчас поставил разрешение 800 на 600, выбрал качество самое минимальное. Вот видите, 800 на 600. И все идет прекрасно. И минимальное качество. Мне кажется, это и есть главная причина, когда рабочий стол видим. Ну и если мы вернемся к названию нашего сегодняшнего вебинара, это робопедагогика создания бота-тьютора, я бы хотел напомнить, что мы уже провели целую серию вебинаров, и проект Директ Академия публикует эти ссылки, эти записи в свободном доступе. Мы, пожалуй, единственная структура, которая не скрывает ничего от своих друзей. Вот это был вебинар создания бота-энциклопедиста. Вот я выступал, запись есть, приемлемого качества, все можно посмотреть. Вот эта запись создания бота-диагноста, такое интригующее название было у нас, когда мы доказывали практически, что бот может диагностировать, проводить следственные мероприятия, какие-то медицинские диагностики. Вот это все можно увидеть. Я прошу вас немедленно сообщать в чат, если у вас будут какие-то трудности со звуком или показом, или какие-то вопросы по ходу будут возникать. Хочу напомнить, дорогие друзья, что термин робопедагогика пока официально нашей наукой не принят. Это гипотеза, это направление практической деятельности, это пока еще не наука и не отрасль, это лишь гипотеза о том, что в образовательном процессе роботы могут оказывать нам, педагогам, преподавателям, содействие. И вот психология этого воздействия, оценка результативности такого воздействия, как раз и нас интересует. Нас интересует именно с точки зрения практики, применения. Так, вот о чем речь. И рассматривая эту практику, на одном из наших вебинаров по выбору платформы мы просмотрели десятки различных платформ, технологий с разными их экономическими и функциональными педагогическими характеристиками. И остановились на api.i. Напомню, что он теперь изменил свое название. Диалог флоу, дайалог флоу, поток диалогов. Вот такое более смысленное название сейчас появилось, и мы используем эту проблему. Простите, не проблему, а наоборот отсутствие проблемы эту платформу. Дайалог флоу. Еще хочу сказать, поскольку мы уже тут где-то два часа тренировались, и все получалось прекрасно, если кто-то пожелает из вас поднять руку и выступить в прямом эфире, задать вопрос, точку зрения, вы можете это сделать. Наши технологии теперь позволяют такие способы взаимодействия на расстоянии. Чтобы поднять руку, я покажу экран платформы. Нужно вот здесь, вот здесь, вот я рисую на экранчике, вот этот набор смайликов. Здесь можно выразить свое отношение и поднять, опустить руку. Если поднимаете руку, значит вы хотите что-то сказать в прямом эфире, пожалуйста, это используйте. Итак, Dialog Flow мы выбрали. Почему Dialog Flow? Напомню тем, кто нас забыл или тем, кто пришел к нам первый раз. Во-первых, она бесплатная, хотя многие скажут, что бесплатная не может быть хорошим, на самом деле мы сейчас используем канал YouTube и тоже бесплатно. Это классная возможность хранить, публиковать, делиться информацией. Да, 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 да. Живое общение. Это правильно, вот пишут, что подскажут наши коллеги. Именно живое общение. Это самое ценное. Непосредственная реакция на вопрос. Далее, кроме бесплатности, от Dialog Flow, напомню, принадлежит той же компании, которая принадлежит и YouTube, и Gmail, и Google Календарь, и другие сервисы, то есть компании Google. Коллеги, Dialog Flow это бесплатный сервис от компании Google, всемирно известной компанией, основателем, одним из сооснователей которой является наш соотечественник. Брин. Так вот, этот программный продукт API, теперь Dialog Flow, разработан двумя нашими соотечественниками, что тоже интересно. Там присутствует русский язык, мы это тоже рассматривали. Здесь можно создавать решения, которые будут поддерживать русский язык. И украинские, и другие языки здесь есть. Вот они тут видны. Русский язык, и английский, и другие. Что еще интересно? Эта платформа, напомню, кто забыл, она позволяет осуществлять интеграцию или использование в различных социальных сетях, таких как Facebook, сервисе Slack, я его не использую, но знаю, что Зарабежон имеет колоссальную популярность. Twitter, чисто социальная сеть. Telegram, социальная сеть. Не то, что социальная. Ну да, социальный такой менеджер для чатов. В Skype. Вот Skype я проверил, интегрируется. И на сайте, ее можно размещать на сайте. Вот это вот очень интересно, потому что есть много решений, которые таких возможностей интеграции, установки этого бота не имеют. Например, менеджер чат работает только в Facebook. Классно работает, мне нравится, все хочу. Но у меня же есть образовательные порталы, блоги и так далее, и сайты. И хочется, чтобы чат работал именно на сайте, не выходя никуда в Facebook. Facebook ведь тоже не всем нравится, и не все его используют. А вот на сайте, где решается учебная задача, там интересно. Спасибо, Игорь Владимирович, он транслирует нашу встречу сейчас в социальной сети Facebook, как раз занимается стримингом, потоковым вещанием. Это наше новое с ним дело, направление, увлечение. В отличие от вебинаров, мы еще активно используем стриминг. Итак, коллеги, если, вот уже поступил вопрос, уже поступили вопросы, Елена Викторовна, если есть возможность уделить больше времени им вопросам внедрения созданных. Отлично, 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 конечно, конечно, конечно. Мы сталкиваемся, коллеги, с массой разнородных проблем, когда говорим о ботах. Мы многие знаем, для чего они нужны, чтобы боты появились от слова роботы сокращенно, что это одно и то же, хотя некоторые говорят, что боты это только для сайтов. На самом деле боты могут и вообще не разговаривать, а автоматически решать какие-то задачи, рассылку спама, например. Какие-то напоминания, это тоже боты делают, и давно делали, да. Но нас интересует та разновидность роботов или ботов, которые позволяют вести диалог с учеником, с обучающимся, со студентом, с клиентом, с сотрудником. Боты, которые могут консультировать, информировать, выводить на решение проблемы. На решение проблемы. И это все, то, что спрашивает Педа Викторовна, на самом деле целый клубок моментов, которые очень сложно в голове новичку сразу понять и осознать. Вот и технические вопросы, и методические вопросы, я скажу еще, тут и психология работает, и экономика, это тоже все время, а время тут тоже денег, кто будет компенсировать работу, это экономический вопрос. Каков экономический результат, эффект, ну поставили бота, как можно оценить его эффективность. Масса проблем, дорогие коллеги. Но мы будем идти сегодня последовательно. Говоря о создании бота, тьютера, обратите внимание, мы идем все глубже и глубже. Ведь раньше мы говорили, что за инструмент нам выбрать, предполагая, что мы примерно знаем, что такое боты. Как практически построить бота-энциклопедиста, который просто отвечает на вопросы, самый простейший случай. Далее мы начали усложнять себе жизнь, мы стали говорить о том, как построить бота-диагноста. Сегодня мы идем еще дальше, мы говорим, а как построить бота-тьютера. То есть такое вот решение, которое в какой-то мере, не полностью, в какой-то мере заменяет уже педагога, преподавателя, тренера, специалиста по продажам, специалиста по техобслуживанию, сотрудника библиотеки, который может консультировать, помогать, посетить или информировать. Вот целый клубок вопросов и задач. Я бы начал с того, что напомнил дорогим телезрителям, я расскажу, Елена Викторовна, как это все делается технически, расскажу с того, что вот сейчас на экране, на экране я показываю нашу закрытую группу онлайн, СРС, Рособорколхоз. Такое вот необычное название, вот я рисую сейчас, меня видно, как я рисую. Коллеги, видно, что я рисую на экране вот сейчас круги? Отлично. Павел Валерьевич, спасибо. Павел Валерьевич, вы вообще для меня супермен, супергерой, суперчеловек после того, что мы провели с вами недавно в стриминге. И то, что я сегодня показывал в качестве информации, заполнения паузы до начала. Я показываю свой экран без задержек, мой голос слышно, ничего не вешается. Это очень для нас ценно, что мы можем спокойно общаться. Итак, группа. Марина Юсова, Марина Владимировна Юсова, здесь присутствует среди нас где-то, не где-то, а в июле этого года, предложила всем желающим собраться создавать массовый открытый онлайн-курс по СРС, по самостоятельной работе студентов. Так, ну мне, что-то тут Москва хочет сказать, наверное, я ее, извините при вас. Добрый день, я сейчас занят, кто вы? Кто вы? Я не интересуюсь кулинарией, всего доброго. Вот так вот, коллеги, спамят прямо в ходе вебинаров. Ну, думаю, может, какой-то там министр звонит, решил ответить. Извините. Так, значит, СРС, самостоятельная работа студентов. Мы собрались и решили, мы это обсуждали в группе профи ДО на Фейсбуке, что СРС это больное место для всех. И для педагога, которому нужно обеспечить контент, управление, получение результатов от самостоятельной работы студентов. И для студентов, которых мы посылаем куда-то, говорим вот сделать то-то, они там учатся, надо тоже помочь. Для методистов, которые, для руководителей подразделений, особенно учебных управлений, учебных отделов, методических отделов, мы не знаем, как обеспечить качество этой СРС. Причем в условиях увеличения количества часов на СРС, уменьшения аудиторной нагрузки за счет СРС. Но вот эту проблему стали внимательно рассматривать и пришли к пониманию, что это сложнейшая задача, которую очень плохо решать в одиночку, а так обычно все делается. Но зато очень хорошо решать в формате социального взаимодействия в коллективе. Вот так появился он на такой колхоз, добровольный. И одним из направлений в этом колхозе, там было очень много инновационных различных решений, они есть, они работают. Одно из них было связано с ботом, или мы назвали его в шуточку, ботоводство. Мы разводим ботов на наших ботофермах. Мы стали разрабатывать, вот это я иду в порядке, в истории. Она началась еще летом, вот уже мы начинаем тут, я показываю там секреты, что может делать бот. Вот он отвечает на какие-то вопросы. Да, и для заучников, я скажу, вот то, что вы сейчас видите на экране, Елена Викторовна, спасибо вам за ваш интерес. Это может применяться и для авторов, а для преподавателей, для сотрудников. Например, вот у нас есть сайт, как стать автором. Мы там говорим, у нас полезные знакомства. А что это такое? Бот ему расскажет. Ну и так далее. Какие платные, бесплатные? Это не только, то есть это уже и гораздо больше, чем задача обычного обучения. У нас там в группе есть не только педагоги, есть сотрудники бизнеса, общества, и мы для них тоже даем направление применения этих ботов. Вот это мы все делаем. Следующий момент, очень важно, я считаю, вот тут все, что мы видим, это все крайне важно. Например, Марина спрашивает меня, может ли бот ставить оценки, я отвечаю, я не знаю, как бот будет заносить оценки с обеседования в журнал. Пока не знаю, поэтому бот ведет свою задачу, диагностирует, консультирует, даже где-то обучает, о чем мы сейчас будем говорить, но оценки остаются в памяти у студентов. Вот ему сказал студент, вы не изучили эту главу, вам жательно посмотреть вот этот раздел, это оценка, да, или рекомендация. Ну, не в виде цифры оценки, в виде фиксации какого-то недостатка. Да, 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 да. И это решилась очень просто проблема, методическая. Не надо ждать от бота оценок, надо сначала предложить студенту побеседуй с ботом, пусть он с тобой поговорит, и только после этого тратить время, может, не надо тратить его зря, только после этого тратить время на какую-то промежуточную аттестацию, на промежуточную оценку, на какой-то тест, может быть, даже итоговый тест, а тесты мы там не исключаем, наоборот, они полезны при определенных правильных подходах. Вот говорим так, бот это не оценка, пока никакой оценки он и не ставит. Мы такую задачу не ставили. Вот такое решение. Мы разработали целый сериал, это записи скринкастов, как работать с ботами. Это все в рамках колхоза, сериал открытый. Что еще? Да, вот это вот пошло обсуждение, связанное с оценками. Вот мы говорим, как у нас это работает. У нас появилось целое подразделение специальное по работе с ботами, ботаферма, даже две таких ботафермы. Ботаферма номер два, это уже хозяйство Татьяны Викторовны Телегиной. Она посвящена именно ботам, связанным с научными публикациями, с подготовкой, оформлением научных публикаций, потому что это проблема. И мы выходим на создание бота, который будет, с одной стороны, информировать и консультировать, с другой стороны, оценивать. Вообще, ваша статья облапает признаками актуальности, новизны, практической значимости. Если в ней правильно оформлены источники, он еще будет заранее бот, часть этих задач решать. Вот таким образом мы говорим, что с одной стороны, дорогие коллеги, у нас нет законченной теории в части таких вот трудов, публикаций, посвященной робопедагогике, но у нас есть практика, у нас есть уже определенные результаты и определенные методические основания, которые мы сейчас с вами и обсуждаем. И, дорогие друзья, я хочу перейти с вами не к технологии, а именно к методологии, уже даже не к методологии, а к методическим подходам создания бота с функционалом тьюторства, педагога, которые являются первостепенно значимыми. Не технология, никуда кнопки нажимать, нигде он будет жить и как он будет выглядеть и так далее, а самой постановки задачи. И я бы хотел здесь использовать пример кандидата биологических наук, члена нашего колхоза, Любови Валентиновны Крашенинниковой, которая замечательно знает, еще задолго до того, как мы стали общаться по тему дихотомического ключа, она знает из биологии, что такое дихотомический ключ, ей очень понравилось. И я где-то повторю то, что было в прошлый раз про бота диагноза. Мы сейчас рассмотрим этот пример вместе с вами. И ответим на вопрос, действительно ли вот эта модель, которую сейчас мы будем по шагам рассматривать вместе, хочу, чтобы мы это сделали именно вместе с вами, действительно ли она позволяет передавать такому боту функции тьютера или функции обучающего, тренера освоения чего-то такого, что мы хотим достичь. Итак, мы хорошо с вами запомнили, а если вы не были на прошлом занятие дихотомический ключ, означает ветвление ответов по принципу да или нет на какой-то конкретный вопрос. Вот это вопрос, а вот это ответ да или нет. Вот я разными цветами еще рисую. Вот это и есть. И переходя поочередно к одному, к другому вопросу, мы как раз и решаем, с одной стороны это метод дихотомического ключа, с другой стороны решаем некую педагогическую или иную задачу. В нашем случае это педагогическое. Итак, исходная ситуация, дорогие друзья. У нас есть проблема организовать самостоятельную работу студентов, у нас есть проблема, что студенты плохо умеют использовать свое время за счет новых каких-то педагогических и технологических решений. В нашем случае мы говорим четко, у нас есть интернет, у нас есть педагог, у которого есть контент, но нам нужно организовать самостоятельную работу студента так, чтобы он мог осваивать быстрее, полнее, чтобы мы видели его работу, что он делает заранее, до того, как он выйдет на зачет или экзамен. Мы хотим убедиться, что он действительно выполнил колоссальный объем работы, но мы должны его этому обучить, этому искусству, этим технологиям. Это и воспитательная функция, это еще и компетентностная функция, дать ему компетенции по работе. Представим себе, что мы дали ему некий контент и говорим вот у нас есть курс онлайн SRF, он реально есть. И мы понимаем, что надо его организовать в этом процессе, надо его обучить. И первое, что видит студент, когда заходит в этот курс, он видит набор глав, набор заданий, набор каких-то действий, ему нужно сориентироваться. Для чего это ему? Ему что-то говорили, а может он даже и прослушал, не помнит, может он заочник. Куда он попал? И вот здесь бот. Представляем себе, что это некое окошко, в котором можно разговаривать. Помните, я показывал, нажимаешь на микрофончик, говоришь, и бот эту речь распознает, и начинает бот ему отвечать. Вот этот диалог, он интеллектуальный, нормальный диалог. Но сначала мы давайте построим эту модель. Так вот, первое, что здесь мы видим, и как в реальной жизни, идет приветствие, привет и представление. Я здешний тьютор. Вы можете назвать, я твой тренер, я твой помощник. Кстати, ты или вы, мы говорили, это тоже вопрос, который вам решать. Иногда, если это молодые люди, используют обращение ты, даю образ какого-то роботика. Если это я даю образ самого себя, вставляю свои фотографии, это мой дублер, мой помощник. Я обращаюсь на вы, как в реальной жизни. Ну вот здесь на ты. Хочешь, я помогу тебе сориентироваться в том, что ты только что узнал. То есть, он прочитал поступление, для чего, посмотрел краткий видеоролик, и вот тут тьютор начинает с ним говорить. Начинает, хочешь, я помогу тебе. Ты сможешь повторить, это значит, к этому боту можно вернуться еще раз. Вот это то, что сделала автор Любовь Валентина Крашенинникова, так как она поняла, мы с ней отрабатывали, вот это то дело. То есть, здесь нужно ему ответить. Хочешь или не хочешь получить помощь? Начнем с отрицательного ответа. Ну вдруг он такой остроумный, а может быть уже все выучил, он все понял, он видит эту структуру онлайн-курса, ему все хорошо. И тут бот заканчивает диалог. Благодарит его. И напоминает, что здесь есть тьютор, что ты не один, а с тьютором, с ботом-тьютором, который здесь рядышком. Он там еще дублируется, он в разных местах с разными решениями говорит. То есть, он с ним уже познакомился и прощается до следующей встречи. Спасибо, Юлия Борисовна. Теперь, надеюсь, вот этот вот элемент вам понятен, что любая деятельность в обучении, она всегда имеет начало и имеет конец. Здесь конец взаимодействия может произойти в любую минуту. Нет такого, что ты должен сидеть и что-то там постоянно что-то делать. Нет. Вот если нет, значит нет. Не нужно, но мы тебя ждем. Следующий этап, это второй шаг. Тьютор спрашивает, попробуй заняться СРС самостоятельной работой студента. Ты знаешь, что это такое? А вот теперь, друзья, я хочу задать вам вопрос. Будьте любезны, напишите сейчас в чате название своего предмета. И не просто название своего предмета, а возможную задачу, которую бы вы могли бы решить по этому сценарию. Педагогическую учебную задачу, которую вы могли бы решить. Если вы не знаете, как это решить, вы сейчас напишите нет. Например, математика-нет. Нет, вы не видите решения. По окончании рассмотрения этого предмета, я повторю этот вопрос. По вашему же предмету, видите ли вы. Итак, дорогие коллеги, прежде чем мы начнем продолжать рассмотрение этого бота-тьютора с точки зрения методики и последовательности, сформулируйте ваши ожидания. По вашему предмету. Вас, допустим, не интересует SRS, вас интересует только свой предмет. Или по своему функционалу. Например, если вы сотрудник библиотеки, так и напишите вашу должность в библиотеке. И через тире вашу проблему, вашу задачу, которая вам досаждает, или вы хотели бы вывести на функцию бота, хочу сказать, что даже в смартфоне этот бот вполне может жить. И в скайпе, и в телеграмме, и в фейсбуке, и где угодно. Итак, смотрим ваши ответы. Математика. Обучение таблицы умножения. Вот интересный момент. Я вспоминаю таблицы умножения. Как меня учили еще до школы, бабушка давала мне тетрадочку. Я зазубривал и повторял. Как тут можно бот применить, надо подумать. Вот честно говоря, я не знаю. Ну, примерно представляю так. Вот примерно представляю так. Бот спрашивает вопрос. Сначала простой. Знаешь ли ты такой, сколько будет дважды два? В зависимости от ответа 4 или нет, или другое число, меняется поведение бота. Если он неправильно, он говорит ему неправильно, иди позанимайся, потом возвращайся. Такая гипотеза по методике бота, по обучению таблицы умножения возникла. И они вот так вот тренируясь, постепенно усложняя, он выходит на какие-то обязательно хвалебные или рекомендательные отзывы от имени этого бота. Так, какие там еще? Какие еще варианты? Вот сразу мы рассматриваем перспективы. Видите ли вы эти перспективы? Давайте-ка я сменю формат. Посмотрим на наши записи. Вот, я сейчас смотрю на записи. Прошу прощения. Бизнес-планирование. Хм, Вячеслав Александрович, бизнес-планирование, маркетинг, финансовый план, производственный план, это все называют составные элементы бизнес-плана. Как же туда бота-то пристроить? Ну, примитивно говоря, я вижу и так, Вячеслав Александрович, если бизнес-план. Он вот спрашивает, если вы готовы обсудить вашу ситуацию по составлению бизнес-плана, напишите «да». Он говорит «да». После чего он спрашивает? Как вы считаете, из чего состоит маркетинговый план анализ рынка? Знаете ли вы оценку состояния рынка для вашего бизнес-плана? Готовы ли вы представить числовые характеристики по спросу-предложению этой продукции на рынке? Да или нет? И в зависимости от таких ответов, он постепенно в конце ему говорит, ой, прошу прощения. Он ему говорит, вы знаете, вам лучше изучить такие-то разделы, а потом приходите, мы продолжим дальше. Вот такой вот бот, тренер, тьютор, начинает его подводить. И в конце скажет, вот теперь я вижу, что вы знаете все разделы. Через «да», нет. Следующий вариант ответа. Татьяна Алексеевна, информатика. Нет. Ну, ладно. Проектный практикум у Елены Викторовны. Математика. Кирианов, смутно. Теория языка. Вот. Повышение квалификации. Выявление. Да. Елена Викторовна, да. Так, ну, Юлия Борисовна, я вас про смысл развития личности пока не понял. Павел Валерьевич, годится история методика. Во-во-во-во. Вот-вот-вот. Да-да-да-да. То есть, вот, ага, подводит, подводит. Хорошо, Павел Валерьевич, я вижу, вы уловили. Выявление индивидуальных проблем в квалификации. Елена Викторовна, да, да, возможно, какие-то индивидуальные проблемы, а учитывая то, что бот сохраняет полную анонимность, друзья, он же не спрашивает, как вас зовут, какая ваша почта, хотя это можно сделать, но мы не делаем это пока. Полная анонимность. Там нечего бояться. Тайм-менеджер, Татьяна Викторовна, спасибо. Кстати, хочу отметить, что мы начали это боты изучать именно Татьяна Викторовна. Мы начали еще где-то конец мая, начало июня активно, и она разработала несколько собственных ботов. И вы говорите, да, спасибо, что вы с нами, Иван Иванович, психология. Вот здесь, Иван Иванович, я, пожалуй, с вами не соглашусь. Проверку рефератов, хорошо бы, конечно, еще и дипломных работ, квалификационных работ, мы пока не научились возлагать на ботов. Мы даже не думаем об этом, чтобы рефераты проверять. Мы можем дать рекомендации по подготовке, оценить готовность студента к выполнению некой задачи. дать им рекомендации, но оценивать письменные работы или устные какие-то ответы с помощью ботов нет. Мы реалисты, мы эту задачу не видим, не знаем, хотя и понимаем позитивный, наверное, позитивный вариант постановки задач. Обучение сотрудников не понял, Татьяна Петровна. что такое обучение, по какому предмету. Не всегда боты нужны. Консультирование. Вот, интересно, Марина Владимировна, она председатель нашего колхоза, избранный, я ее первый заместитель. Это Новосибирский государственный педагогический университет, начальник отдела, учебного отдела. У нее проблема другая, видите, мне она нравится. ее отвлекают, как перевестись, как восстановиться, какие документы, что и как, одно и то же, даже если она все написана, не читают. Вот это мне нравится, задача с Мариной Владимировной. По таблице умножения, да, дерево навыков, генераторы задач, откатываюсь. Ну, вот, примерно так. Константин Владимирович, так, библиография, оформление, так, Татьяна Викторовна, кривую забывание. Вот это я пока еще не знаю, Константин Владимирович, как повторение по кривую. Но я вас понимаю, вот, у нас есть предел наших возможностей. Когда у нас была такая тема, но мы не нашли решения. Когда система запоминает ход обучения этого обучаемого раньше и использует то, что было раньше. Иногда даже повторяет, напоминает ему, но не так глубоко. Хорошая постановка, в которой мы, честно говоря, пока не знаем. Коммуникативный. Да, вот, Юлия Борисовна, коммуникативный тьютер. Иностранный язык, какие-то вопросы, да. Вот, по-моему, странному я очень люблю иностранные языки, английский, немецкий, я жил в Германии, пять лет общался с удовольствием. и вот проблема освоения лексики, диалогов. Там даже вот он и говорит, и он же еще и может говорить по-русски, на разных языках, не только письменно, но и устно может быть. Он не только воспринимает речь, кстати, иностранную тоже, он прекрасно воспринимает, он еще и воспроизводит. Правда, мы только прочитали эту возможность, но до конца ее не освоили, коллеги. Мы ее впереди пока еще держим, когда бот еще будет произносить устную речь на каком-то языке. Для иностранного языка, для обучения неожиданных. Очень интересно. Педагогическая дидактика. Да, 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 вот Татьяна Викторовна точно делает акцент. Самопроверка это очень важное свойство, но мы это свойство самопроверки, самоконтроля усиливаем ботом, то есть он себя не переоценивает, не недооценивает, а именно правильно оценивает с помощью этого бота. Да, 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 вот, отлично, отлично. Но если у студентов нет понимания, для чего-то да мы, нужны педагоги, преподаватели, мы как раз и призваны к тому, чтобы его обучить, чтобы он корпоративный, ага, да, вот я знаю, чем занимается примерно Эдуард Геннадьевич, корпоративном обучении, какие-то навыки, вот я сейчас получил заказ на такую подобную задачу, и бот будет с одной стороны обучать, с другой стороны консультировать, как техподдержка, потому что там забодали техподдержку, спрашивают одно и то же, не читая мануалов, и вот он с одной стороны обучающий, с другой стороны консультирующий, ставит ему вопросы и дает рекомендации, как действовать. Для корпоративного бизнеса это очень интересная задача. Чек-листов. И насчет привлекательности и увлекательности действительно, на самом деле, то, что пишет Эдуард Геннадьевич, оно для нас не так уж сложно. Мы так строим психологию общения с ботом, подбираем такие слова, типа, о, как интересно, мне нравится ваш ответ, а давайте-ка попробуем вот над этим, то есть в тексте можно выражать эмоциональное позитивное отношение к обучаемому и это будет интересно. Это не будет, а реально интересно. Так, робот научился делать сальто назад, выскочил у меня на экране. Хорошо, нам пока это не надо. Межкультурное. Так, сопровождение Аллы Владимировны, город Екатеринбург, славный, сопровождение, да, да, адаптация. Ведь мы, вот правильно совершенно согласен с Аллой Владимировны, адаптация. Мы все разные. И давать всем одно и то же, наверное, неправильно. Когда мы говорим про адаптивное обучение, мы как раз и думаем о том, что боты могли бы кого-то подстегнуть, кого-то похвалить, поддержать от нашего имени, кого-то мягко покритиковать, что, к сожалению, вы меня расстроили, вы еще не прочитали вот это, вот это. Техника да-да-да, да-да-да. Причем это, на это очень легко могут, Алла Владимировна, среагировать сотрудники даже без специальной подготовки. Они легко понимают, что нужно для бота. Они легко соглашаются на составление проблемных ситуаций, ответов. с ними очень интересно работать. Как, кстати, и Любовь Крашенинникова. Она вообще не программист. И она даже к боту вообще так и не подошла. У него нет времени, нет подготовки. Это я сделал. Она сделала свою задачу содержательную, а я сделал другую, завершил технологическую. Это нормально. Пусть каждый занимается своим делом. По рефлексии, да. Какую-то психологическую. Корпоративную. Да. Да, вот я Башкиров Константин Владимирович. При наличии лога. Вот в Moodle есть такая платформа LMS. Эти логи есть. Мы это хорошо знаем. Мы уже обсуждали. Надеюсь, мы как-то подойдем к этому. Но у нас сил не хватает. Нам не хватает грамотных колхозников программистов. У нас методика еще более-менее с философией прекрасно. А вот с программистами колхозниками у нас дефицит. Нам не хватает людей, которые знают программирование. Ну вот так профстандарты в динамике возможно. Корпоративные. Да, 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 корпоративные стандарты, регламенты. Не просто мы даем, ну вот возьмите, почитайте древний текст корпоративного или профессионального стандарта. Мы периодически его обращаем к боту. Вот он прочитал какую-то главу, бот ему говорит, минуточку, давайте-ка уточним наши дальнейшие шаги. Как вы считаете? И бот начинает говорить ему, извините, но вы же не поняли самого главного. Давайте-ка изучим вот это. Это центральное звено во всем корпоративном стандарте. Понимаете? Вот в таком плане бот может помогать осваивать такие документы сложные. Да, как ее измерить? Павел Валерий А, Башкир, Константин Владимирович, вы приняты в колхоз. Мы вас торжественно принимаем в колхоз. Давайте в фейсбуке свяжемся. Белоножкин Юрий Николаевич меня легко найти. Кто еще захочет, давайте. У нас председатель смотрит, чтобы у нас были действительно работающие, а не пассивные участники. Но мы познакомимся, и я уже понял, буду вас рекомендовать. Вы уже показали себя отличным колхозником, ботоведом, ботоводом. Дальше. Очень важно говорить про измерение компетенции. Павел ботоведом, ботоведом, мы говорим много о компетенциях, но мы не умеем их измерять. Я к этому спокойно отношусь. Так вот, что говоря с ботом, мы не видим способа занесения результатов беседы в журнал. Вот то, что я говорил выше. Не видим. Поэтому измерять компетенции с помощью бота мы можем только условно, когда бот скажет, ну вы некомпетентны по этой теме, мы можем это заложить. Но знать об этом будет только бот. Это не измерение, измерение, когда оно видно руководителю. Если оно видно только одному студенту, это его внутренняя самооценка, ну как бы внутри. Он может, конечно, кстати, я вот сейчас подумал, в принципе, если студент показывает скриншот, а сейчас это легко делается, заключение бота по результатам такого собеседования, собеседование с ботом и высылает преподавателю как доказательство, хотя это можно сманипулировать, я знаю даже как, можно подделать любой результат, в фотошопе легко любые слова подставляются. Ну как бы вот такой вот палеотив полумера может служить показателем измерения или освоения этой компетенции. Но мы отказались, потому что у нас нет достоверного способа фиксации этого показателя, мы отказались и сказали себе, бот это мотиватор, он готовит, может быть это будет тест, может быть это будет встреча с вами, Павел Валерьевич, прежде чем прийти ко мне по беседу с ботом, у меня тоже время ограничено, моя консультация не может длиться часами, чтобы я тебя выводил там. У меня есть консультация, напомню, это наша трудовая функция, но она имеет ограничение сколько раз в неделю. Такой прежде, чем прийти на консультацию, это мы с Татьяной Витовной кстати обсуждали, будь любезен, подбеседуй с ботом, подбеседовал, приходи, без беседы не надо. И этот бот сэкономит лишнее время очень, мы уже так убедились, ну где-то половина этих ходоков не приходит с первого раза. Они сначала готовятся, а уже потом приходят, и у них тогда степень лекарства получения зачета или консультации или переиздачи чего-то повышается в разы. Вот если поняли, о чем у меня речь вот так. Спасибо, Юлия Борисовна. Вот таким образом. Ну а теперь, после того, как мы с вами разобрали фактически методическую, давайте посмотрим, я включу показ экрана, показ экрана, то, что делала Любовь Вениаминовна Крашенинкова. Итак, мы, рассмотрев ваши постановки задачи, снова возвращаемся к самостоятельной работе студента. Ты знаешь, что это такое? Бот говорит, ты базовое понятие понял? Если он говорит нет, тогда студент говорит нет боту, я не знаю. Кстати, напомню, что здесь не только нет может быть, он может сказать, я не знаю, не уверен, не думаю, что я знаю, что такое СРС. То есть, различные варианты мы в жизни никогда не говорим да, нет. мы можем по-разному выражать один и тот же смысл разными оттенками, но смысл сводится к отрицанию. В этом случае бот начинает учить его. Вот тут уже пошла обучающая функция. Он повторяет то, что он прошел, напоминает ему, а потом начинает, грубо говоря, прикалываться. А ты согласен с древними и пишется про повторение матью учения. Если он соглашается да, тогда он ему говорит, ну ты молодец, грубо говоря, приступай немедленно и когда получишь результат обучения, свяжись со мной. То есть, там будет следующий бот. Как вы думаете? Вот такой вот диалог заставляет студента выучивать, тратить время на освоение вот этого каждого шага. Напишите, пожалуйста, в чат ваше мнение. Действительно ли вот такая логика, такая диалогика создает мотивацию на ваш взгляд по вашему предмету. Вот такая вот логика. не только да-нет настройка. Да, Алла Владимировна, вот я, кажется, уже ответил на ваш вопрос. Может быть, не только да-нет, может быть, любое словосочетание выражающее согласие или отрицание. Кроме того, есть еще варианты, когда он спросит, вот молодец, Алла Владимировна, он может спросить, вы что больше предпочитаете в людях? Варианты ответов. Ум, талант, внешний вид, физические качества. Это тоже вариант дихотомического ключа, но разветвленного. Он тоже может быть. Или бот-маркетолог на сайте спрашивает, добрый день, я рада вас тут видеть, если это женский персонаж. Мы хотим максимально вам помочь. что вы хотите в первую очередь узнать на нашем сайте. Допустим, там сайт, на котором продается ли это товар, или что-то такое, оборудование электрическое. И варианты ответов. Инструменты, запасные части к оборудованию, там, ну, что еще. Документация, там, я фантазирую. Ну, и так далее, различные варианты. И в зависимости от ответа ему нужны инструменты. Он говорит, какие вам нужны инструменты, там, такие-то, 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 я даже не знаю, какие они бывают, а вот сейчас придумал вариант. И вот так вот последовательно вводя, маркетолог ему еще подбадривает, о, как интересно, у нас есть для вас интересная скидка. Представляете, он выбрал там какие-то инструменты, отвертки, гаки, пассатижи, он говорит, о, а у нас есть, кстати, акция. Вы хотите какого, какого, какого уровня качества. Профессиональные, они, естественно, подороже, бытовые, там, какие-то, для бытового использования, или еще какие-то с акциями, там, или вот особая поставка, и тогда клиент быстрее выходит на ответ, а не ходит, не ищет, не смотрит, это тоже бот-маркетолог. Он сидит в углу, он может появиться и оставаться там в уголочке, его можно еще раз украсить под аватарчик, как будто, это девочка или мальчик спецовки, там в уголочке стоит и предлагает свои услуги. Спасибо, Алла Владимировна. Да, это еще один вариант, но уже именно при продаже. Так, какие еще вопросы были? главная трудность расписать все этапы. Вот давайте вернемся к этой схеме, я сейчас включаю вид показа, да, давайте вернемся, вот посмотрим на эту схему, я сейчас ее специально изменю, масштаб, где тут масштаб, а вот, больше, а, он больше не уменьшается. Вот это небольшая схема, вот она такая, действительно, когда вы будете по своему предмету эту схему делать, она будет в виде громадного паука, громадного паука. Я не люблю таких больших вот ветвлений, потому что в них начинаешь путаться, если показываешь студенту или кому-то, но я люблю эти схемы тем, что когда я их создаю сам, я их сам могу и читать. То, что ты сделал, вот это легко читать. Когда кто-то другой сделал, вот для меня это проблема вдумываться, вчитываться в чужого паука, что там за замысел был. Но когда ты делаешь для себя вот такого паучка, причем не обязательно в программе, например, есть разные программы, тот же Microsoft, Vision, хорошо можно создавать, красиво, другие программы, можно взять обычный лист, мне очень нравится, берешь старый какой-то плакат, не нужно переворачивать белой стороной, или кусок ватмана, начинаешь карандашиком чертить, рисовать, подчеркивать, все нормально читается, создаешь это дерево, эту логику, можно потереть резиночки, снова переписать что-то, и это работает. Это такие приемы, вообще считается, что без такого паука, без такой схемы, что-то пытаться строить в боте, не имеет никакого смысла, хотя я сам, например, часто сажусь, с листа, беру и вставляю, после какого-то уровня своей технологии, мне уже эти пауки не нужны, у меня есть некий документ, есть некая информация, я тут же беру и на лету размещаю. А вот теперь, да, начинается наверное ложка дегтя, она на самом деле полезна от Константина Владимировича, как от нее уйти в этой бочке меда. Чтобы была мотивация, нужна оценка затрат учеником на действие, было меньше оценки выгод. Важно иметь незначительное превращение сложности. Ага, качество постановки, да, 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 я имел другую ложку дегтя, трудоемкость автора. Коллеги, вот это бич. Вот посмотрите, мы в нашем облаколхозе тоже ведь не так уж все сладкое и легко получается. Вот прежде чем Любовь Вениаминовна приступила к этому, я с ней она же не доверяет своим техническим навыкам, она понимает, что она не программист. У нее было неверие, зачем этим заниматься, но когда я ей сказал, давайте разделим функции, ваш главный талант в понимании того, что вы делаете. А у нее понимание очень классное, очень глубокое и многолетнее, она преподает как тьютор, она в тьюторстве очень хорошо разбирается. И когда еще напомню про дихотомический ключ, как это все работает, она загорелась. но прежде чем ее зажить, мне потребовалось примерно час спокойно говорить о такой боте. В чем их полезность, в чем их значимость, когда они вредны. Например, вот я скажу откровенно, если у вас группа всего лишь 7-8 студентов, вы прекрасно можете с ними и по телефону связаться, если надо, или по скайпу, и у вас предмет, допустим, связанный с живописью, или рисунок, или что-то работа с материалом, где не надо много объяснять, там надо показывать, как вот Наталья Бабукина, она занимается русской народной вышивкой, там надо показывать, как работать с материалом, там бот может быть и не нужен, и может быть он даже будет вреден потратить время на изготовление для решения какой-то задачи, не масштабного применения, но совсем другое дело, когда у нас начинается массовое обучение, у меня были предметы, в одном предмете 270 студентов, ну там заочники, разные группы, подгруппы, дистанционщики, одновременно 270 человек, вот тут уже интересно, потому что приходится объяснять многократно одно и то же, и когда ты выделяешь какую-то задачу именно боту, ты получаешь больше возможностей, да, это разные группы, там есть и потоки, есть и разделение по группам, по подгруппам, все это понятно, но когда их много, вот тут боты как раз и нужны, почему мы взяли, потому что мы взяли курс для массового обучения, для любого вуза он интересен, и вот тут мы хотели сэкономить наше время, ну что дорогие друзья, наше время потихонечку заканчивается, но я обещал вначале показать, как это работает технологически, дорогие друзья, кто интересуется, как это все работает технологически, я могу порекомендовать вам сделать следующее, поищите робопедагогика в Google или другой поисковой системе, у нас у нас были занятия именно по технологии, каждый созданный бот, вот у меня есть бот дихотомия, он включает интенты или намерения, эти намерения, вот они дихотомически так вот опускаются, в них какое-то содержимое, вот эта иерархия, вот она пошла, кто не видел, вот такая красивая иерархия, а внутри этой иерархии соответствующие ответы, все это работает, вот, например, такой, такой вот вариант уже работает, этот вариант, который никуда не интегрирован, с которым можно общаться, вот ему отвечаешь, да, он тебе начинает отвечать, вести диалог, а как строить, вот кнопочка имбед, вы если работаете с мудов или другой CMS или блог, свой на страничку вставляете этот фрейм и он появляется ваш, только размеры вот здесь можете не 350, а к примеру 900, что пошире вашу страничку, не 430, а 600, такой красивый большой бот, с вашей картиночкой появится, с заголовочком, вот это моя фотография, вот такие вот интенты, вот это интеграция, вот здесь интеграция с сайтом, я быстренько пробегаю, напоминаю, говорю, что это работает, вот этот фрейм, здесь можно ставить, вот его испытать, пожалуйста, смотрите, мне хотелось убедиться, я это получил, надеюсь вы тоже, что если мы умеем по своему предмету видеть перспективу применения этих ботов, не возлагая на них то, что пока еще рано возлагать, вот мы говорили про измерение, мы не можем зафиксировать, мы говорили, что проверку письменных работ мы не можем, мы не можем передать наши эмоции полностью с помощью ботов, мы не можем это, но часть функций и часть своего времени мы передаем им, и вот это мы сегодня по-моему хорошо увидели, я советую вам запомнить главное это умение видеть педагогическую задачу, а второе запомнить если у вас появится желание перейти к практике у вас есть два варианта или связаться со мной я подскажу что делать о которых хотят практически что-то строить или посмотрите наши ролики где это я рассказывал именно на технологическом уровне наши дальнейшие встречи уже будут посвящены именно мастерству рассмотрения практик рассмотрения конкретных примеров в учебном процессе у нас они есть они работают мы будем смотреть уже на больше психологию аналитику на тренировку используя использование искусственного интеллекта на счет проблем проблем в курсе Марина Владимировна я бы не был таким оптимистом мы как преподаватели можем увидеть проблемы знаете где когда он выполняет или письменную работу или тест особенно в тесте хорошо видны проблемы вот эти темы они знают вот эти они не знают и даже видно кто именно что не знает а вот в боте поскольку там все анонимно мы не можем зафиксировать наличие проблем скорее всего мы можем их снять мы помогаем им снять эти проблемы помните мы говорили когда бот будет помогать сотруднику оформить публикацию мы себя снимаем наши трудозатраты не делаем обезьянею однообразную работу передаем часть работы боту вот мы проблему снимаем человек быстро раз и понял что ему делать вот это мы снимаем проблему а видеть вот видеть мы кстати обязаны видеть проблемы мы эти проблемы из жизни должны увидеть как таблицу умножения научить это проблема как перевод студента зачисления это проблема мы эти проблемы сначала у себя моделируем излагаем на бумаге излагаем в виде структуры а потом бот эти проблемы за нас решает я бы так сказал наоборот сначала мы эти проблемы должны сформулировать они зафиксируют да и вот я согласен с Мариной Владимировной сами схемы когда мы только начинаем строить схемы вот тут мы эти проблемы вот тут я согласен мы начинаем видеть начинаем спрашивать себя и других а что за проблема а в чем она а как она из чего она состоит из каких винтиков от чего где механизм решения когда мы начинаем такие модели строить вот тут очень многое становится для нас интересно тут я абсолютно согласен абсолютно согласен с мнением Марина дорогие друзья какие есть у вас пожелания заключения мнения вопросы по нашему винару удалось ли достичь нашу цель понять идеологию и общий подход для практического построения последующего практического построения бота тьютера удалось ли нам это решить увидели ли мы свой путь некоторые уже правда я вижу увидели сразу дорогие друзья я прошу вас ответить не было ли это время потрачено для вас пустую какие у вас есть замечания пожелания на будущее так вот пишут коллеги я давайте поверну в виде дискуссии наш формат я теперь хочу чтобы вы если кто-то хочет выступить в эфире я не вижу поднятых рук вы можете поднять руку я включу ваш микрофон я рад что Константину Владимировичу понятно стало ссылку на инструмент коллеги в гугл напишите робопедагогика это кодовое слово которое я придумал и вы увидите ссылки на публикации в виде вебинара робопедагогика это только у нас этот термин используют я впервые его сам придумал применил были критики сомневающиеся но я сказал это как практика применения ботов и роботов в обучении робопедагогика давайте покажу на экране что это такое вот в гугл напишите робопедагогика и вы увидите ссылки на готовые проведенные ранее мероприятия еленочка владель викторовна тестировать не обязательно тестировать в виде проб не обязательно попробуйте сначала сформулировать постановку задачи это в науке самое сложное для чего и попробуйте ее задать хотя бы мне я вам отвечу коллеги начните с постановки задачи причем с постановки педагогической задачи мы это оказывается не умеем делать если мы научимся это сразу у нас будут и научные публикации и научные результаты и практические результаты в нашем учебном процессе вот я вижу что мы не умеем этого нам не боты нужны а умение формулировать постановку задачи скажу она включает в себя целевую функцию желательно измеримую например в течение 6 месяцев полугода или какого-то срока создать бота который будет решать такую-то задачу например обучение лексики по всем темам или по четырем темам лексики без грамматики а бот будет исполнен на платформе API или Dialogflow для создания бота у меня никого не будет или будет там студент или будет родственник который знает хорошо программирование он мне поможет или Юрий Николаевич к которому я обращусь безвозмездно он подскажет или посмотрю его ролики этот бот будет проверен на небольшой группе студентов прежде чем выводить в массовые применения это все элементы постановки задачи когда и что достичь и какими ресурсами что еще можно сюда все вот это пример постановки задачи надо с этого начинать а не пробовать строить дихотомического ключа и что-то там делать не стесняйтесь спрашивать правильная постановка задачи еще педагогическая задача это залог ее выполнения если задача не сформулирована вот это тыканье пробы и трата времени это будет просто трата времени мой совет вот наверное на постановке задачи я бы и закончил нашу с вами встречу Павел где-то там я хочу попросить тебя подвести черту если ты здесь я здесь я здесь я все слушал я готов завершить вебинар поблагодарить Юрия Николаевича за вот этот всплеск идеи замечательный аудиторию за поддержку и за интересное обсуждение ну я думаю что Юрий Николаевич продолжит эту тему и возможно мы еще услышим что-то подобное вообще тема Павел Юриевич говорят тебя плохо слышно я тебя тоже слабенько слышу конечно плохо слышно потому что я не подвел микрофонка убирал микрофон коллеги да еще раз еще раз повторюсь хочу поблагодарить поблагодарить Юрия Николаевича за вот этот всплеск идеи замечательные в эфире надеюсь что мы услышим еще как про робопедагогику так и про стриминг который очень интересен и быстро развивается это у нас уже как минимум второй вебинар по стримингу если вы помните был вебинар от Игоря Белянина по этому поводу тоже интересный не все тут так просто на самом деле но сама идея замечательная и я думаю что в обучении мы получим всплеск применения стриминга в ближайшее время вот ну и я хочу поблагодарить всех участников за то что активно обсуждали тему да вот ну и собственно чтобы уже как-то завершиться хочу еще раз всех поблагодарить и пригласить на все последующие вебинары на вебинары Юрия Николаевича а также на те вебинары Директ Академии которые ожидаются в ближайшее время я к сожалению хочу констатировать что в настоящий момент ссылка который я дал в начале чата на Директ Академию висит я сейчас выясняю в чем дело у нас к сожалению не очень удачный оказался хостинг для нашего сайта что-то мы с этим будем делать ну надеюсь что в ближайшее время все заработает и вы получите доступ к расписанию итак в понедельник приглашаю вас на вебинар от компании Степик ну и в ближайшие недели у нас будут полноценные недели каждую неделю по каждый рабочий день по вебинару вот Директ Академия продолжает работать вот я думаю что мы скоро такой применим для нас слоган вебинар каждый вебинар на каждый день вот по крайней мере к этому к этому мы уже почти подошли вот ну все не буду растекаться мыслью по древу приятных хороших вам выходных приходите к нам в понедельник Юрий Николаевич все благ дорогие друзья вебинар вебинар Продолжение следует...